Доброго дня всем друзьям, подписчикам, особенно тем, кто находится в Аргентине. Хочу ответить на вопрос, на дискуссию, может быть, не совсем дискуссию, с Сергеем Терлецким с Аргентины, по поводу того, можно ли свободно иметь оружие, огнестрельное оружие в Аргентине. В понятии свободно я не включаю, что ты где хочешь купил, то ли на базаре, то ли у полиции, то ли где-то. И используешь, как хочешь, по своему усмотрению. Таких рынков во всем мире хватает. Я говорю о том, что любой человек в здравом уме и в хороших психологических кондициях может свободно купить оружие в республике Аргентина. Для этого я специально сейчас вошел на сайт Ренара. Это организация, в которой можно, заполнив определенные формуляры и выполнил определенные условия, купить стрелковое оружие. Пистолет, на ваше усмотрение. Я не говорю о воздушках, о шариковых. Я говорю о нормальных 9-миллиметровых пистолетах, да, или револьверах. Вот написано, что нужно делать для того, чтобы зарегистрировать одна Un Arma de Fuego, то есть одно огнестрельное оружие. Ну, вот и написано. Как можно перевозить оружие, тоже написано. Вот заходите на сайт renar.gov.ar и получаете все свои вопросы. Какие креденциалы нужно, что делать, если потеряно оружие, да. Все вопросы на ответ. И вот написано. Министерие де хустиция де рече сумано с презенция де ла насьон. Во всех своих повествованиях я показываю, как есть в стране, а не так, как нам кажется. Вполне возможно, что республика Аргентина очень большая, она федеральная, то есть разные федеральные земли, и в которых могут быть существенные отключения. Но вот президенция де ла насьон, это центральные сайты, особенно если вы заходите на gov.ar, на которых вы найдете практически ответы на все вопросы. В отношении с Украиной, несомненно, Аргентина отличается на сотню порядка выше, чем Украина. Украина сейчас находится в зоне повышенной турбулентности, и идет очень жесткая борьба за власть. А здесь, на этом сайте, вы узнаете, что вы можете, а что вы не можете купить с оружия в республике Аргентина. А сейчас я перейду еще в поисковиках Армерия Аргентина, и нам открывается довольно приличное количество оружейных магазинов, в которых вы можете что-либо купить. Нас интересует, ну не будем заходить в клуб Де Армос, то есть оружейный клуб Азис Марон. Ну зайдем, вот допустим, я особо не вникаю. Заходим на Армерию Ривадави, это центральная аввенида, центральный проспект в Буэнос-Айресе, который прорезает его сначала до конца. Ну что вы хотите здесь посмотреть, да? Заходим на пистолет, и здесь продается пневматическое оружие, прицелы, нормально, как в любом другом магазине в любой стране, да? Воздушек, естественно, много, на воздушке никакое разрешение не нужно. Заходим на пистолеты. Вот. Невматика, невматика, невматика. Здесь невматика. Муниционес, оптика, саудор, пистолетес, рифлес. Я на Ривадавии в этом магазине был в свое время. И здесь, в принципе, центральный район. Насколько я помню, там не настолько много продается оружие, но оно продается везде самое разное. Вот написано, Ривадавия, 379. Заходите, смотрите. Кто находится в этом самом Аргентине, может посмотреть. Тут тоже невматика. В принципе, я бы, наверное, зашел бы не настолько на Ривадавию. Не будем смотреть сейчас рифлес. А зайдем на Азис Марон. Марон более такая жесткая организация. Мы сейчас зашли на ихний оружейный магазин. Сейчас посмотрим, что есть у них. Но это перешел на Фейсбук. Вот человек задает вопрос, имеют ли они 9 миллиметров. Смотрим на Фейсбуке. Ну, идут всякие там пожелания, что оружие убивает. Это правильно. На охоте используется очень много. Поделили ссылкой. Здесь можно долго ковыряться. Значит, уйдем, наверное, на другой веб-сайт. Где более конкретно. Да, это на Фейсбуке я не посмотрел. Ладно, посмотрим на Ганпар. Продаются как бывшие в употреблении. Продаются и этот самый. Ну, допустим, зайдем сейчас для того, чтобы не ковыряться в поисках оружия. Каждый может себе посмотреть. Я сейчас зашел на там, где продаются патроны. Я понимаю, патроны не будут продаваться к воздушкам, да? Вот конкретно Крементону коробка стоит... Вот смотрите сами, да? Патроны продаются. Ясно, это патроны не к воздушному вооружению. Значит, точно так же продается стрелковое оружие на самые разные пистолеты. Я лично встречал и М-16, и Калашников в 2000-х годах. Но ничего не поменялось. Вот смотрите. Все, пожалуйста, любую амуницию, любые патроны вы покупаете. Думаю, не будем тратить время и не будем смотреть. Хотя, наверное, нужно. Кто говорит по-испански, кто смотрит. Для карабинов, для эскапетов, для пистолетов, для револьвера. То есть, заходите на Ган Парц и выбирайте, что вам нужно. 22-й калибр, все, что вам нужно. Оружие со всего мира. Я лично встречал в центре, я сейчас не помню где, в центральных районах на витрине даже стояли пулеметы. Вот и все. Вот, думаю, смотрите дальше, говорите дальше. И сейчас еще посмотрите по поводу Ринара, да. Здесь есть классный сайт. Да, в Аргентине, так как очень много нелегальных, нелегального оружия находится на руках, есть план по разоружению населения. И вот здесь написано. План Nacional de Entrega Voluntaria de Armas del Fuego. Они здесь рассказывают на своих видео, как, где, что. Понимаете? И вот сейчас даже посмотрите рекламный фильм, в котором рассказывают, что делает эта организация Ринар, для того, чтобы разоружить население страны. Ну, не будем смотреть там. Ну вот. Такой рекламный фильм. В мое время случались случаи, которые описывались в интернете, что есть человек по трассе, да? И кто-то стрельнул, раз люди погибли. Вот смотрите, с 2007 года началось. План национальный. Люди официально сдают нелегальное оружие и получают за это деньги. И вот эта организация утилизирует это оружие. Огромное количество. То есть государство платит владельцу нелегального оружия. Вот запомните вот эти все телефоны и ссылки. Все понятно? Я думаю, дальше говорить нету никакого.